Доброе утро! Воскресенье, 7 утра. Мы проснулись, приехали. Ребята собрались на советских машинах вовремя. Уже в 7 утра готовы выезжать. Я в свою очередь хочу добавить, что еще не одно мероприятие, связанное с машинами. Моя жизнь не начиналась вовремя. Мы приехали в 7.03, и все нас уже ждали, и мне даже было немножко неудобно. В общем, ребята собрались, сделали колонну машин советских. Во главе ЗИЛ старинный, за ним еще ЗИЛ-130, шестерки, копейки, УАЗы. На данный момент это, скорее всего, крупнейший съезд советских автомобилей в Лос-Анджелесе на данный момент. То есть раньше ничего подобного такого масштаба не проводилось. Наштаг стритрейсеры. Стритрейсеры, да. Вот. В общем, гоним. Сейчас снимем колонну. Едем уже на Суперкар Сандой и поснимаем там. Погнали. Всем доброе утро еще раз. Мы на Суперкар Сандой. Воскресенье уже 8 утра. Со мной снова Алексей. Расскажи, почему в воскресенье, почему такое время 7 утра, 8 утра, и почему именно здесь? Именно здесь, потому что, в принципе, тут ежемесячная, еженедельная Суперкар Сандой проходит, много машин собирается. Почему 8 утра? Потому что любим приезжать, чтобы никому не мешать. Обычно собирается больше машин, чем сегодня. Сегодня перемена времени. Получается, самый массовый сбор у клуба «СССР Гараж» это первое число месяца. Вот именно в этом месте воскресенье. Да, стараемся на первое число. Мероприятия «СССР Гараж» будут проходить в Балбоа парке, где ближе всем. У нас ГАИ «Копейка». Мигалки специально по американским законам не разрешаются иметь красную-синюю, поэтому заставили переделать, поставить две оранжевые. Из оборудования у нас стоит советское СГУ, у нас прибор замера скоростей, который еще тогда был, рация. Все, что должно, конечно, без табельного оружия, но форма, все имеется. Что вы думаете о русском автопроме в США? Ну, как сказать, я, наверное, не хочу плохие слова говорить, они, наверное, тут обалдели. Кто? Американцы, они же такого металлолома никогда в жизни не видели. На самом деле, в двух словах, что такое суперкарсан? Это сбор любых машин в воскресенье на площадке перед торговым центром. Приезжают абсолютно все. Приезжают суперкары, гиперкары, какие-то маслкары, классические машины. Вот. И владельцы выставляются, просто общаются, делятся мнением. И сюда как раз приехал сегодня Клуб СССР Гараж в количестве там почти 10 машин советских. Вот. И народ реально подходит, интересуется, спрашивает, что это за машины, потому что американцы практически их не знают. То есть они знают, что был когда-то Советский Союз, и были какие-то там машины. И они реально, ну, не очень в курсе про все это. Поэтому это, так сказать, даже больше экскурс для них, чем нежели для нас. У меня это «Волга ГАЗ-24» здесь стоит. Я купил его в 2006-м, привез в Россию. У нас дома был «Волга». Для этого я купил «Волгу», чтобы на память был у меня дома. А сейчас я услышал от Алексея, что здесь они открывают этот русский клуб для машин. Я тоже буду мембером. На выставку приехали «Галвинги», «300СЛ», просто чумовые машины. Каждая машина стоит, может быть, тысячу по 300, по 400 в таком состоянии, в изумительном. Народ просто приезжает, показывает их. Кстати, очень редкая машина. И не только в Америке, она еще очень редкая. В России, в Украине у нас «ЗИС-585» отреставрированный. И таких даже в музеях не увидишь. Реставрировался он в Украине больше года. В нем перебрали все до каждого болтика. Проводка новая, мотор перекрашивался, радиатор. Не то, что новый, просто все переделанное. Салон. Все новое. Дерево между рамой и самим кузовом поменяли. За бак пришлось сделать новый, ставить новый, потому что, в принципе, другой был весь проржавевший и с дырками. И варить его не было никакого смысла. Рессоры все смазанные, все новые, листовые. Покрышки нашли новые, то есть под размер, оригинал. Кузов весь крашен изнутри, изнаружи. То есть, как говорится, все, что можно было сделать максимально хорошо, так и делали. Чином мне это удовольствие. Более чем розройт или что-нибудь там, эти заразные машины. Каждый день езжу, надо будет Uber звонить. Четыре месяца я семь тысяч проехал уже. Километр не буду забывать. Километр не буду забывать. Ребята, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вам было интересно, что было не очень. Подписывайтесь на ребят из СССР Гараж. У них на их канале очень много информации полезной про машины и про все остальное, как они их привозили, истории. В комментариях было бы вам интересно снять обзор на эту выставку Суперкар Санды, потому что очень много машин, очень много клубов. Пишите, что именно вы бы хотели, чтобы я снял, вам показал. Буду стараться это сделать. Спасибо, всем peace и до новых встреч.